Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует... 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 Кстати, в параллельной игре также появляется антимаг. Во второй карте от Рафланов. А вроде бы как этого героя не было видно до этого. Опять Дирискват слапаются, как я понимаю, ролями. Икс в первой игре с Шторм Рейдж Гейминг. Вчерашний бегал в миде на Виндрейнджер. А теперь будет фармить. В второй игре он также фармил. И его тиммейт уже пошел в мидл. Интересно, агрессивно от Реликтов. В то же время Дирискват опять берут много контроля, зонинга. Тот же Рубик с Нуфилдом будет какой-то магический дэмэдж нивелировать. Этой пассивкой своей. СФ если разгонится, смогут они вчетвером как-то откидываться, пока антимаг качается. А антимаг как в их твойт, вместе с Шадоу Финдом и другими двумя персонажами, которые были пикнуты на даблпик в начале, смотрится очень даже неплохо. Может сказать то, что это... Очень важная игра с точки зрения какого-то самоуважения, что ли, или утверждения, потому что все ставили Реликтов как топ-1 турнира. А вот Дирискват показали на групповой стадии, что играют они очень уверенно. В принципе какой-то такой финал предсказывали большое количество аналитиков, или можно было самим посмотреть и догадаться, что команда очень сильная и скорее всего где-то там встретится. Но так получилось, что Реликты вышли с четвертого места в группе, да, и попали на первое место группы Б. Рубик вместе с Сэнд Кингом крутится возле Шадоу Финда. НСФ часто любит выходить на начальных стадиях, но... Смоки вот есть у них сап, почему-то не прижимает, правда, их, накидывается на него щиток. Это все... Вроде как одного персонажа видели вот на этом вардике, и... Антимаг с руной уходят. При этом, понимая, что на нижнюю руну идет выход от Реликтов, Шейкер вместе с Сэндом идут на вражескую руну, и... Вейфстилерам здесь ничего противопоставить не сможет. Ник с четвертой позиции, Флей будет отыгрывать Хардуэйна в Дарк Сиро. А Пак будет стоять в медле. Ну, в принципе, каких-то других вариантов у Реликтов-то и не было особо. Впрочем, то же самое можно сказать и про Зерскват. Никс подкопал Сэнд Кинга, ну, есть у Сэнда сапог, должен уходить, еще и Боро с Трайком, если что, выкопается. Но очень много ХП из него вывели. По итогу не может он прийти помогать Сэфу набирать начальные души. Ну, вот, однако, Шейкер оставлять одного против Гули. Это чревато, может быть. Но медле, серьезно, вот так просто. Фандер Страйк, как-то под МП, видимо, подставился Шадоу Финк. Не думал я, что его получится здесь забрать еще и под присмотром Сэнд Кинга, но... Далековато, видимо, зашел за крипами и не отпустили просто-напросто. Снизу, однако, похожая ситуация. Антимаг стоит против Сири, и Сири тоже особо никто не мешает. С одним Рубиком линия. Рубер слабая. Но, однако, Дарсик к крипам толком не может подойти, чтобы их нормально добивать. Пока что просто Экс полный забирает. Если будет подходить, то рискует вот маны лишения, так сказать. Пак получает Койл, еще один и... Просто погибается. Странная очень ситуация. Ну, по итогу мидеры поумирали каждый по одному разу. При этом Шейхер 7 на 0. Сир 4 на 0, в принципе, тоже не жалуется. Пока основной движ в миде, хотя там справляются... Ну, вот СФ только что справился и без саппорта. Ну, и очень неприятно это для Пака, потому что кучу душ за этот Шадоффинт получил, когда у него крипов всего 17. Учитывая его смерть в начале. Так, вроде бы, как и не должно быть. А в то же время саппорта реликтов решили сместить свой взгляд на Шейхера. И Шейхеры 2-го уроня, последние-то прогоняют. Сир. Выжгли всю ману, нет маны на Сурдж. И должен здесь вроде как погибать. Блинкует с Икс. Прорезает себе дорогу флит. Ангус также съел. Ну, и нужно дать по нему еще одну тыку. Такая-то самая залетает от Несимага. Минус Сир. Прилетает Никс, но поздно слишком. Возможно, еще не сказал об этом Сиру. Сир в итоге пошел сюда. Если его пошел к Тавру, может быть, какой-то МПЛ боевой спас. При этом в миде Сандкинг наконец-то вылез из Инвиза, дал подкоп по паку, но убить его не получилось. Снорбе по итогу уходит сверху же. В этот же момент убивают Шейкера. Погибает он вот на этом месте. Не хватило ему маны на Фиссуру. Ну, или, может быть, он ей откинулся, но не хватило стана. Кинетик Филд, Фандер Страйк. Не дали просто уйти из лап. Лайфстиллером. Ну и пак в миде начинает очень сильно страдать. С 11 на 4 против 19 на 12. Что его смерть в Соло сыграла свою роль. Ну и да, она в основном сыграла роль. Дальше СФ просто разогнался, душ целую кучу поднял. Стоит задуматься саппортом Деликтов о том, чтобы выйти и убить бы его. Ну, там сейчас хаста, и сделать этого не получится. Никс вместе с Сирем прохорошивали Рубика, но щиты слишком маленькие. Никс под щиточком. Очень неудачный борострайк от Сент Кинга. Получает МП, но Айншелл заканчивается. Должны его здесь затыкивать. Есть костик в финале, есть Телекинез. Хотя здесь есть Карапаса еще. Карапаса прожимает рановато. Правда, Сент Кинг не стукнулся. Это костик в финале сработал. Сирк сюда подбежать не успел. Переагрессировал Никс. Мог бы пытаться как-то... Вот опять Никс почему-то принял решение пойти вниз, когда Дарксиль шел ему с этой стороны помогать. В МИЗе тем временем начинается заруба. Шадоффинт переагрессировал. Со своей хостой и погиб под вышкой. Теперь соу-фраг для пака. В принципе, если мы переключимся на Нетворс, ну тут сильное преимущество. 400 гауды, однако СФ вот сейчас нет. Крипов пак своих забирает и... Сверху этого еще и уходит на Шрайн, который только-только активировался. Сего без мана стоять, конечно, неприятно, но... Есть Сауринг. Раз в 30 секунд он Аньшоу-то накидывать сможет, при этом... После использования мана у него не останется, и антимаг ему какого-то дэмэджа нанести не сможет. Ну и вот получилось, что Шадоффинт умер в МИЗе просто так, потерял свои души Сэнд Кинг на подсейве. Хороший дает Бороу Страйк. Сайленс висит на СФ и не может он дать еще один Коил, но Никса должны забирать. Возможно, еще попробуй получится подсейвить и пак. Есть 5 стиков, есть арба. Нет. Еще и... Дарксиль сюда прилетает, на развороте убивает еще и Сэнд Кинга. Один в один по саппортам разменялись. При этом еще по одному саппорту притянули, и на остальных линиях остались люди стоять один на один. Шейкер стакнул? Нет, не стакнул. По двумя щитами Дарксиль. Ну, так, Сантимагу в такой ситуации не лучшая идея, наверное. Все-таки спау-шилд только первого уровня. Ну, и в принципе, все плюс-минус ровно получше. Ситуация у лайфстилера, чем у Антимагу. При этом СФ немного обгоняет пака. Еще и до вода демидж находит. Какие же приятные руны ему дропаются. Сверху Айншел вешается на Никса. Немного поздновато. А Рубик зачем Никса к себе подкинул? Зачем-то подкинул. Получает МПЛ, и Айншел ему добивает. Мог бы, наверное, откинуть Никса куда-то назад. Ну, и Никс на Айншеле своего друга на Дарксиле прикрывает. Просто отгоняет Антимагу. Антимага 4 секунды. Кулдаун Блинк. Еще Моноберн. И Минус Антимаг. Конечно, погибает за все за это Дарксиль. Но вполне себе хороший размен. Получится, возможно, у Никса еще и Сентгинга покарать. Но нет. Нет. Стики с НДА спасают. Появилась Монана на Бороустрайк. И, если что, мог бы укопаться. Но размен однозначно приятный для Зерского Ад. 2 в 1. Своего Хардлайнера поменяли. Вражеского Саппорта и Кэри. По итогу преимущества Айншелера становится еще больше. Что интересно, Дизейблинг не собирается брать себе Мидас. Будет выходить в Армалетик. И будут, видимо, идти в быструю агрессию. Впрочем, как-то так. С таким пиком, наверное, и нужно играть. Пока там Антимаг не раскачался. На него выходить. У Никса при этом, хоть он и четвертая позиция, для восьмой минуты хороший уровень. Если в десятый поднимет шестой, то будет просто прекрасно. Да и у Дизраптора также почти пятый. Все у Саппортов хорошо. При этом немногим улучшится ситуация у того же самого Шейкера. Но все-таки начальный Движ, что он на центральной линии, что на нижней. Икспу этим парням дал. Забирает еще одну хосту СФ. Просто отлично. Как там дело по стакам? Никто не делал для Шидов Финды их? Нет, никто не делал. Везде по одному споту. Ну и хотят прогонять, все-таки именно на эту линию сделать агрессию. Ну, уже дали, однако поднять Ring of Health. Антимаг, если его харасить, будет не очень сильно страдать. Ну и 3 на 3 начинается движ снизу. Прилетает сюда же СФ. У СФ подрубленных хоста поднимают Dark Seer. Неплохой МП от Никса подвоим. Но этого, скорее всего, будет мало. Борострайк подвоим в ответ от Сенткинга. Пытается добрать антимага Никс. И антимага получается убить. По итогу размен будет, видимо, 3 в 2. А нет, прилетает Пак, отличный Dream Coil. И своим рассказом делает рассказ 3 в 3. Размен 3 в 3. Сняюсь, я что-то ужасно заговорился, но... Все, в принципе, очень даже отлично получилось. Правда, 3 балки для СФ, и победителями, наверное, в этой зарубе уходит все-таки Дирескват. Именно из-за того, что СФ получил основные деньги. А Пак получил тоже немало, конечно. Но еще и руну хосты. И, тем самым, СФ реализовал сверху подкоп на дизейблинг. Но хороший статик шторм. Дидераптер, вроде бы, спасает ситуацию. Хорошо дизейблинг доджит. Афтершок, который экшейкер хотел дать тотемам. И фраг. С помощью инфеста и тыки. Отлично. На вражеском же выходе смогли поймать. И еще немного себе преимущества взять. 11.8. Равная хорошая игра. При этом Никс уже 6 уровень. Вот та самая 11 минута на дворе. Ну и тот же самый 6 уровень, как мы видели, уже поставить к шторму раскастованному, имеет и дизераптер. Правда, антимага цеплять тяжеловато. Хотя есть вакуум, можно попробовать, хоть и первого уровня, можно попробовать все-таки свиндетта тыку дать. При этом антимагу одному-то тяжело стоять против айншеллов. Сильно его прохорашивают и, если выйдет из-под тавры, рискует получить эту самую тыку свиндетта. Айншелл висит на Никсе, но Айншелл не будет выходить из этой окружности. Прохорашил только что FreeFollow, понял он это, прокликал, что здесь есть нюкс. Ну и теперь антимага еще более осторожно себя ведет. При этом в лесочке, потихоньку подкачиваясь, свой 6 уровень шейкер также получил. Ставится вард на шейкера, его видят, но здесь шрайн, 2 этвп на шрайн уже дано. Дизераптер должен здесь погибать, ставит перед своей смертью, кстати, шторм. Неплохой, но это лишь, чтобы поддержать команду, хотя подходит сюда же пак. Так, Дримхойл по двоим закидывает сверху арба, это уже минус рубик, должен быть еще и рифт сверху. Нужно дать пару тык по санду, пока что стики восстанавливают ему часть хп. Есть броустрайк, но уходить не должен. Глимс есть у Дизераптера, глимс и хорошая тайминговая арба от пака. При этом, казалось бы, а по итогу минус 2 сделали реликты. Все-таки позиция у них была не лучшая, статик шторм... На статик шторм по итогу подержал команду. Вроде бы он был потрачен 3 просто так, но хорошее перемещение. Вовремя подъехал пак сюда. Тысяча преимуществ есть. При этом Dark Seer под щиточком. Есть вакуум, есть стенка. Отвлинковывается антимаг назад и... Не более того. Не видно пока что Никсас Виндетт и... Кстати, прикупил себе книжечку. А тут появляется Дезолятор. Убивают снизу Dark Seer. Это, видимо, был Монавоид под Кобда. Так и было. Сверху тем временем Шейкер получает Open Wand'ы. Начинает его грызть под риджом Life Stealer. И ридж просто не заканчивается. Еще Кинотик Филд хороший ставит Дезраптор. Ну, в четверочку 6 секунд вполне хватает, чтобы Шейкера сгрызть. При этом при появлении Дезолятора станет еще хуже. Пак пока что взял себе Вейл, кстати. Был на него какой-то выход, но... Пак сумел свалить. Капельки есть. Один Койл, в принципе, частично нивелирует дэмэдж с него. Появится Даггер у Пака. Появится Дезолятор у Айстилера. Как мне кажется, пойдет еще более агрессивная игра от реликтов. Желательно при появлении этих артефактов иметь уже какой-то Даггер на Шейкере. Чтобы можно было как-то драться. Или Даггер на Сент-Кинге хотя бы на одном из этих персонажей. Антимаг. Начинает пробивать немного Флибора. Встрайк от Сент-Кинга есть эпицентр. Сурджа уже была вкастована и должен здесь погибать Дарксир. Дарксир Минус летит сюда Пак вместе с Дезраптором вроде как. Но, возможно, поздновато, хотя у Дезраптора есть. Статик Шторм подсвечивается Антимаг. Статик Шторм ставится. Глимс назад и слишком рано юзает Блинк Антимаг. Да там и не было возможности уйти. Арба от Рубика пытается пробить Пака. Пак прячется в шрифт. Дает Арбу в кусты и убивает при этом еще и Сент-Кинга. Можно догонять ведь и дальше. Есть, по-моему, Арба Феном у Нюкса. Так и есть. И по итогу это целое минус 3 от реликтов. На выпаде на Дарксир. Отличные перемещения получились. Дарксир все-таки достаточное количество времени выжил. И смерть его была не напрасной. В это же время, однако, Шадоу Финд просто в миде подкачивается. Пока Пак перемещается, но... Как-то так Пак не должен делать, наверное. Сразу же разбиваются смоки. Нет статик шторма. Хотят, наверное, есть вижен. Вижена тоже нет. При этом и инвиз есть у Пака. И в Вендетте идет Никс. Можно поймать сейчас какого-то Сент-Кинга. И Сент-Кинг это точно будет минус. Тыка из Вендетты. Сайленс. Сорба. Без вариантов. Сверху при этом чуть не погиб. Ничуть не погиб. Плохо пол него осталось. Но было неприятно Шейкеру. Прогнал его Астиллер на базу. ДСФ тоже, видимо, решил к базе поближе оказаться. Находился на фонтане только что. Отпаивал еще и Шейкеры. И, в принципе, можно таким сетапом, реликтом попробовать Т1 в мине забрать. Но этого допускать не хотят. Не хотят. Здесь 20-го допускать. 10 секунд эпицентра. При этом у реликтов все есть. Вендетта 20 секунд нет. Но Никс вообще снизу находится. Антимагу летит один меч, как я понимаю, да. Клеймор есть у него уже в кармане. Но тайминг в Battlefield все равно достаточно поздноватый. Сравнивать с тем же Вайстиллером отстает на целых 2000. Все-таки фраги сделали свое. 2-3-4 имеет антимаг. Ну и смоки прижимаются. Нажимаются, но понимают, что надо было линию, наверное, оттолкнуть перед этим. Смоки просто от саппортов, чтобы не понимали, где они находятся. И пак, в принципе, Тавр должен забирать. Отошли отсюда, что Сэнд, что Рубик. Уже не хотят его дефать. Ну, а я тем временем почти добрался до Ботов Юрия. При всем при этом, леса толком-то никто и не стакал. Разгон антимага, конечно же, ускорится с появлением этого итема. Но не то, чтобы так сильно, как мог бы. 3000 преимущества для 17-й минуты. Вполне неплохо для реликтов. Вот Дезолятор появился у Айфстиллера. И идут давить просто вышки. Оставшиеся последние внешние сейчас хотят забрать. И дальше можно понемногу выгонять антимага с Шадоу Финдом из леса. Правда, Сэф Миди пока подпушивает. Но хотят идти дальше. Могут себе это позволить. Антимаг пока что не боец. При этом даггера на Шейкере или на Сэнд Кинге тоже нет. Тот же Блинг появляется у Пака. Ну и эту вышку дефать вообще не вариант за расклад. Нужно попробовать выходить в размин хотя бы на этот тавр. Клипы очень быстро умирают. Я отлично понимаю, что делать с реликты-то. Они просто давят их. Вот то, что мы не увидели вчера, наверное, от Шторм Рейджа в реализации подвела немного. Ну и все, это два нет. Размен, конечно, на Т1 сделали, но... Размен-то не лучше для зерсклад. Прилетает Пак, это... Видели только что. Зерсклады как раз таки. Пока есть даггер, скорее всего, прокликали. Ну, и снизу еще было видно, что я туплю. Неточный МПЛ от Никса. Возвращают Шадл Финд. И ставится статик Шторм под Глимс на него. Ну и Сэф должен здесь погибать. Никак ты не сможешь законтролить лайфстилера, который в Рейдже его избивает. Еще и под Изолятором сбивается Телепорт Дримкоиум от Рубика. Рубик также здесь погибает. Хорошо. На отходе смогли поймать. Не смогли, конечно, задефить свое Т1, что неприятно, но... Минус Сэф очень даже хорошо. Топ-1 Нетворс убили, и сейчас на первую строчку, по идее, должен выходить в Астилер. Появляется Батл Фьюрио Антимага. При этом в кучке к нему летит Бойдов Ауакрити, по-моему. Бойдов Ауакрити, да. Ну и не собираются останавливаться реликты, хотят теперь этот А2 забрать. Опять-таки могут себе это позволить. БКБ приобрел Шадоу Финд. Более защитный артефакт, и не какой-то Шадоу Блэйд. Ну и снова выходит в размен. Антимаг при этом Тауру намного быстрее заберет, но... Точнее, доберет Пилитон его уже долго. Но опять размен Т1 на Т2. При этом единственное Т2 остается по миду. Но хотят здесь леликты что-то сделать. Цепляют Шадоу Финда. Шадоу Финд прожимает БКБ, раскастовывает Реквилм. Неплохо залетает Шейкер с Эхо Слэмом. Сэнд Кинг, Эпицентр, хороший по большому количеству человек. Прожимается Мекка от Дарк Сири. Дарк Сири жив. Хорошая стенка стяжку выдает. Погибает Шадоу Финд. Должны добирать всех остальных. У Айстилер все еще жив. Можно догрызать и Сэнд Кинга, и добивать и Шейкера. Минус 4. Ну и реликты хороши. При этом у Антимага здесь само собой не было. Вынуждены были драться вчетвером. Антимаг пытается отпрыгнуть. Уходит с ТП и не угадывает пак куда он пошел. Появился Даггер на Шейкере. Вот как вчера был реализован Даггер на Сэнд Кинге. Как раз таки на дефе своей Т2. Причем тоже на сложной линии. Пытались точно так же исполнить. При этом и на Сэнд Кинге, кстати, Даггер появился. Правда, вот только-только в той драке не было. Ну и вроде было все хорошо, но Мекка на Дарк Сири успел все кнопки нажать. Лайфстилер был немного в другом месте, а не в этом замесе. Он уже прогрызал здесь Шадо Финда. При этом дэмэдж с Рекфилма за Доджоу Ник с Карапасами. В общем, очень все даже для реликтов удачно получилось. Ну скорее тут именно исполнили они хорошо и эту драку приняли. И 5000 преимущества для 22 минуты вполне неплохо. Даже немного больше, чем 5. Приближается уже к 6. Ну и вот о чем я говорил. Расставляется еще и агрессивный вижн. Правда, здесь стоит в центре, поэтому вардик пал. И абсолютно черная карта у реликтов. Надо сейчас пройтись в каких-то смоках, попробовать кого-то зацепить. Прыжок на Дизраптора от Сэнд Кинга вместе с антимагом. Хороший стадик шторм ставится под этого самого антимага, но вдвоем не должны добивать. Прыграет еще и Шейкер. Дизрапторы все-таки добивают. Карапасы неплохие от Никса. Будет какое-то время жить. Здесь же пак, подкоп по нему. Ставится стенка, но стяжка была перед ней. По двоим героям не совсем удачно. При этом еще не получилось продамажить Сэнд Кинга. Он просто отлетел с Даггера. Даггер, кстати, появился и у Никса. Ну и после смерти Дизраптора еще немного денег в свою копилку получают. Преимущество становится реликтов меньше. И учитывая наличие антимага, вполне себе неплохо. Мека на Дарксире все еще есть. При этом выходят вот такие итемы интересные. Даггер на инициацию под того же самого Никса. Должно быть это очень жестко. Потом успеет подбежать еще какой-то... Ну, вылезает Лайфстиллер и ничего не сделает здесь Шейкером. Шейкер минус. Это по центре вроде бы как прошли. Спали его-то Шейкер, но то ли у него Даггер был в КД. То ли что не получилось сыграть. Сверху хотят выйти на Дарксире. Дарксире мановоит. Очень много дэмэджа запрыгивает пак, но... Один он здесь ничего не сделает. По итогу один в один разменялись саппортами. Если общую ситуацию по карте смотреть, но... Дарксире намного дороже глимсует... Шадоу... Финда, но... И вынужден он нажать БКБ еще минус секунда. Восемь остается. Тяжело. Интересно, будет ли грейдиться этот худ во что-то а-ля... Ну, собственно, худ не то, что во много что грейдится, а именно в пайп. Потому что если посмотреть на лайфстилера, здесь скоро появится Кираса. С появлением Кирасы, скорее всего, пойдут на Рошина, попробуют его забрать. То есть, имея пака, имея дизраптора, могут попытаться как-то вардики расставить, отзонить. И все будет достаточно хорошо. В принципе, масс-файт что у одной, что у второй. Команда хорош, но вот... Антиморк пока что в эти нароги вписываться не может. Хотя, подойти с монавоидом и кого-то постукать он, в принципе, может. И это будет тоже неплохой импакт. Ведь появится... Так вот. Появится Кираса, заберут Рошана. Будет у реликтов Кираса дизолятор на лайфстилере, мек на дарксиле. И если появится пайп еще уникса, то... Прям прекрасно. Можно будет идти просто и давить вперед. Вот Кираса прилетает с маки от всей команды реликт. Хотят, видимо, перед заходом на Рошана кого-то убить. Возможно, даже пойдут. Хотя, если кого-то сейчас найдут, то можно выйти потом на Т2. А потом уже и на Рошана. Не в ту сторону сворачивают, расставляют вижн. При этом, смотри, не дотягивается. Никс кастовал Вендетту. Это было видно. Но... Такую мелочь вряд ли подметили. Прыжок на шейкеров очень быстрый минус. Ну и, скорее всего, будут выходить на Т2 без шейкера. Дефать вообще не вариант. Антимаг вместе с СФ пытаются выйти в сплит, но... Далековато. Башня в миде упадет очень быстро. Изолятор Кираса. Как я уже отмечал, это слишком много дэмэджа. Минус 12 аж армора. Ну и, на самом деле... Антимагу нет смысла улететь вперед, конечно. Но в размин выходить тоже опасное предприятие. Опять-таки Кираса Дизалет рискует сейчас потерять Т3. Пытался улететь отсюда Дарксир. Ну там Никс уже улетел, к сожалению. Никс вполне себе отогнал Антимага вместе с Шадоу Финда. Правда, на развороте. Но есть Вендетта. Не успел Антимаг выжить достаточное количество маны. Здесь же пытался улететь Пак вместе с Лайфстилером. Лайфстилер вылезает. Не успевает прожать рейдж. Хороший Сайленс и Раскаст от Пака в принципе не должны отпускать Сэнд Кинга. Это минус 3. Разделилась драка 2 на 2 сверху и 2 на 2 в миде. Причем в миде были сильнее реликты. А сверху вроде бы как были сильнее Эзер и Склад. Но в Шадоу Финда с Антимагом Вижену-то Никса нет. При этом даже если бы убили Дизраптора, не сильно бы что-то поменялось. И можно давить дальше. Глиф. Эхо Слэма нет, знают об этом реликты. БКБ у Шадоу Финда тоже еще нет 25 секунд. Ну об этом реликты могут только догадываться. Не думаю, что такие таймники записывает прыжок от Никса. Как же подставился Шадоу Финд сейчас. Просто зачем? Не дождался Шейкер, переагрессировал подкоп от Сэнд Кинга по Лайфстилеру. Можно попробовать выжить ему всю манну. И Лайфстилер... Как же он отжирается. Еще и Статик Шторм стоит на Антимаге, не может ничего вам сделать. И Лайфстилер выживает. Просто гудгейм прописывает Шадоу Финд. Очень быстро закончилась первая карта. 26 минут 35 секунд. Даже 30 секунд потребовалось ликтом, чтобы ее закончить. Субтитры сделал DimaTorzok